Доброе утро, осенняя пора, как раз время узнать что-то новое, чему-то новому научиться. Сегодня будем как раз-таки пробовать, узнавать. В студии Балтик Плюс Дарья Алексеева, визажист, бровист, преподаватель. Дарья, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, кто такой визажист, бровист? Ну, это человек, как я считаю, который делает красоту, делает красивое лицо. Ну, как-то так. Просто красоту наводит. Просто красоту наводит. Мы людям делаем ее. Скажите, как давно вы делаете красоту людям? Ну, я уже занимаюсь, как это, где-то в районе 4-5 лет и занимаюсь. Но при этом вы уже на новом уровне, да, как преподаватель уже пошли? Да, я преподаю, я также сама учусь, я также повышаюсь, я дарю своим ученикам новые знания. Я их также обучаю, чему я сама учусь. Много ли сегодня учеников приходит учиться визажу? Да, очень много. Как приходит к кинокурс визажист, так же приходит к киномакияж для себя. А вот, кстати, вопрос. Они приходят на курс визажиста для себя как раз, чтобы просто, ну, уметь какие-то основы, да, либо они хотят в дальнейшем зарабатывать деньги? Каждый по-разному. Кто-то для себя учится, им просто это интересно, да, а потом они, возможно, там, по окончанию курса решают, что они дальше будут этим заниматься. А есть, которые именно сразу же, потому что они хотят работать, этим заниматься, развиваться. Те, кто приходит учиться для себя, это в основном молодые девочки или это женщины? Сейчас, на самом деле, очень много идет подростков учиться. Их приводят родители, так как они хотят, чтобы девочки научились, во-первых, это правильно за собой ухаживать, да, то есть, правильно уход должен быть за кожей. Ну, и также правильно наносить макияж. Какую косметику можно использовать, какую нельзя косметику использовать, чтобы нам рано, ну, опять же, как я говорю, не испортить кожу лица, чтобы не было никаких акне, никаких высыпаний. То есть, многие девочки этого даже не знают, как правильно ухаживать за лицом. Также приходят девушки в возрасте, там, от 25, вот, тоже им интересно знать, как правильно элементарно делать дневной макияж, либо какой-то вечерний макияж на выход. И также, к сожалению, очень много девушек не знает, как правильно подготовить кожу, даже как правильно за ней ухаживать. Сегодня, мне кажется, намного раньше стали девушки заботиться прям о составе косметики. Именно заботиться, вот я отмечаю, да, что родители приводят, потому что наверняка родители помнят, какой боевой раскрас они делали в школе, как они этим тональным кремом балет мазались, вот, как испортили им как раз себе кожу. Вот они думают, смотрят на своего ребенка, и чтобы ребенок, во-первых, эстетично выглядел, во-вторых, не наделал вот этих вот дров, да, которые они в молодости натворили. Ну вот интересно, такой правильный макияж, забота о своем макияже, это дорого, это посредством этим девочкам? Ну, на самом деле, сейчас косметика у нас на рынке очень много, то есть можно использовать как и эконом-класс, так и далюкс-класса, да. В любом случае, я девочкам все рассказываю, показываю, все это у себя предоставляю, они это все видят, и уже для себя они могут что-то сфотографировать, вот, что-то приобрести уже, каждый, ну, по своим, там, каким-то материальным, вот, возможностям, да-да-да. Ну, то есть, в принципе, на курсах девочки могут и сами сходить, да, подобрать косметику или посоветоваться с вами, да? Я могу даже с ними сходить, я периодически с девочками хожу в магазины, я им это показываю, мы с ними вместе ходим, выбираем все, также им показываю и рассказываю, как правильно кистьями пользоваться, как за ними ухаживать, тоже за ними нужен уход. Вот. Вот. Здорово, индустрия красоты, смотри, раньше стилист, да, сходим в магазин со стилистом, теперь еще и с визажистом, давай подберем косметику, здорово живем, индустрия красоты развивается. Развивается, но, тем не менее, я заметила сейчас, очень много стало визажистов, существует какая-то прям такая ярая конкуренция? Ну, честно скажу, я сейчас очень больше в преподавании сама, да, конкуренция не маленькая, но я всегда говорю, что на каждый визажист найдется свой клиент, вот, то есть каждый смотрит, у кого какие работы, ну, и тут зависит от самого визажиста, как он себя преподносит, как он выкладывает свои работы, как он рассказывает это все, и каждого клиента, да, то есть, ну, они смотря портфолио, там, скажем так, ну, зацепят что-то, да, они уже к нему обратятся. Вы бровист. Расскажите, какие сейчас тенденции есть на брови, потому что раньше это были тоненькие, потом это были, должны были быть огромные, широкие. Ну, сейчас более натуральные брови, но хочу сказать, что так как раньше мы многие не знали, как правильно ухаживать за бровями, сейчас очень много клиентов встречается, я вам скажу, с диким татуажем, с перечипами, и я также преподаю курс бровиста, ко мне приходят девочки учиться, я беру любых моделей, то есть с разными бровями, мы учимся работать с разными бровями, вот, конечно, все мы за натуральность, и... Дарья сейчас заплачет про брови, говорит про ниточки и перечипы. Да, 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 очень много, говорю, вот, не знает, как работать правильно с этими бровями, с перечипами, с ниточками, то есть надо обязательно это все рассказывать, показывать, и обязательно рассказать своему клиенту, да, то есть модель, это же клиент, тот же самый, который может стать твоим потенциальным клиентом, и объяснить ему, чего нельзя делать, то есть, чтобы там не лезть в форму, вы лучше сходите к бровисту, и опять же, также советую, если там есть подростки, их заранее начинать водить бровисту, то есть, чтобы девочки также не взяли пинцет, не залезли в форму и не перечипали себе брови. Вот, на самом деле, сейчас, конечно, более натуральные брови, они сейчас в тренде. Сегодня вообще очень много инструментов для красивых бровей, это перманентный макияж и волосковый... Волосковый. Да. И наращивание даже. И наращивание, да. И пересадка, я знаю, что есть даже. Есть, я даже знаю. И ламинирование. Скажите, всем ли подходят такие способы? Вот даже то же самое ламинирование. Каждой ли девушке это подойдет? Ну, в принципе, ламинирование бровей, оно практически всем подойдет. Да, есть какие-то свои там нюансы, да, кому их нельзя делать. Опять же, это все рассказываю своим ученикам. То есть, это, опять же, может прийти клиент, да, а у него супертонкие волосы. Естественно, мы не будем делать ламинирование бровей, потому что мы просто оставим без бровей. Он сожжет их, эти все составы. Вот, то есть, это тоже должны все знать по поводу ламинирования. Опять же, есть, говорят, что у кого-то там жесткий волос, тут тоже вот у меня была ситуация, девушки просто отказали ламинирование бровей, хотя все это можно сделать. Тут еще, наверное, как повезет с мастером, потому что, наверное, еще не все скажут клиенту, вам вот это не пойдет, вам это не подходит. Обязательно вообще, на самом деле, всегда надо вести разговор с своим клиентом. Допустим, пришел клиент, он полгода не был бровиста, у него заросшие брови, да. И, естественно, я вижу по-своему форму, я начинаю подчищать рядки, убирать лишние брови, которые выходят из формы. И тут я у клиента спрашиваю, еще убрать или вам оставить? Он говорит, Даша, уберите, пожалуйста, еще там. Я подкорректировала. Все, оставьте, пожалуйста. В любом случае, надо вести со своим клиентом диалог. Опять же, какой вам все это сделать? Очень много клиентов приходят и говорят, сделайте мне под цвет волос. Сейчас, на самом деле, это и в тренде. В основном девушки у нас русого цвета, да, встречаются. Они просят сделать под цвет волос. Естественно, мы и подстраиваемся, ну, по колористике, да, подсветить, что это было именно вот схоже с цветом волос. Обязательно, конечно. Все, ну, все учитывается с клиентом. А что делать с недовольными клиентами? Бывали ли у вас такие случаи? Можно сделать какие-то скидки, да, там, если что-то не понравилось, да, предложить, там, либо сделать какой-то бонус, там, подарить какую-то там процедуру, да, для бровей. Ну, в любом случае, люди разные бывают, клиенты разные бывают, и хочется, естественно, смягчить какие-то вот эти вот недочеты, да, какие-то недопонимания. Я, конечно, советую, да, какие-то вот либо скидочку сделать, либо, ну, подарить какую-то процедуру в подарок. Вот я по себе могу сказать, как клиент различных бьюти-мастеров, первый взгляд кажется вообще непривычным, и кажется, что чего попалось сделали. Вот здесь надо немножко проходить, ну хотя бы один день, да, привыкнуть к своему новому лицу. Особенно, когда ты смотришь на себя в зеркало, и у тебя как раз покрашены брови, вот эти чёрные. Да, и это смотрится ужасно, поэтому здесь, конечно, нужно ещё к лицу привыкнуть. А если, конечно, спустя несколько дней, вы понимаете, ну это вообще не моё, вот здесь уже нужно что-то делать. Либо больше не идти к этому мастеру, наверное. Я напоминаю, что в студии Балтик Плюс сегодня Дарья Алексеева, визажист-бровист, преподаватель. Сразу хочется узнать какие-нибудь советы, как выглядеть хорошо утром. Вот прямо сейчас собираемся, да, кто-то слушает радио Балтик Плюс, так ага, пойду за лёдиком схожу. Так, может быть. Ну, вообще, я своим девочкам, да, там, клиентам, ученикам рассказываю, там, как утром можно взять элементарно маску тканевую. Обычно я сама этим пользуюсь, она мне лежит в холодильнике. Вот, проснулся, масочку накинул на лицо и уходишь, делаешь дело. А также ещё можно и патчи нести под масочку, тоже будет просто идеально, хорошо снимает отёки. Вот лицо освежает, оно разглаживается немножко, и, в принципе, можно подготавливать уже лицо в дальнейшем действием. Ну, то есть патчи – это действенное? Действенное, на самом деле, да. Да, это временно, я сразу же говорю, то есть прям сильно там, они там, морщины тебе не разгладят. Но за кожей надо в любом случае ухаживать. Огурцы, например, если использовать вместо патчей? Ну, если кому-то нравится, то скажем. Ну, наверное, эффект-то всё-таки охлаждения, да, то, что вместо охлаждения. Что-то холодное в любом случае должно быть. Ну, не кусок мяса, конечно. Ну, то есть здесь вообще фирма не важна, патчи, фирма масок особо не важна. Ну, вообще советуют корейские маски, корейские патчи, да, то есть корейскую косметику. Ну, я беру разную, я на себе люблю многое, что тестирую, потому что так же делюсь, рассказываю. Тут, в принципе, не важно. А как вы относитесь к такому прям домашнему уходу? Маски из продуктов, которые есть в холодильнике? Ну, никак, честно скажу. То есть это всё индивидуально. Если кому-то, опять же, нравится, то пожалуйста. То есть пробуйте на себе, как говорится. Да, 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 я как-то больше за... Я как-то маску из пива попробовала на своих волосах. Зря я это сделала перед рабочим днём, честно говоря. Волосы-то стали мягче, да, но вот как бы душок от меня шёл, ну, такой амбре. Я тоже, я слышала и про коньячную маску. Ага. Ну, в общем, а вы сказали начинать подготовку кожи, да? Вот как её готовить вот простыми средствами, да, чтобы сильно-то тоже многослойной мы не быть? Ну, вообще, как бы подготовка кожи – это наш уход, да? То есть наше каждое утро, которое начинается, да, то есть наш каждый вечер, который заканчивается, как день, да, заканчивается. Начинаем с очищения, да, в любом случае. Утром это мы очистили, как я всегда это говорю, гель-пенка для лица, всё это мы подбираем по типу кожи. То есть утром тоже нужно делать очищение? Да, потому что блогеры говорят, что давайте с утра вставайте, этот вот жир, который за ночь накопился, это очень полезно. Вот я недавно слышала, одна блогерка говорила, поэтому не надо умывать своё лицо. Ну, она может не умывать, а мы будем умывать. В любом случае, я всегда говорю, очищение, оно должно быть, это опять же умывание лица. Вот, потом у нас идёт тоник, сыворотка, крем. Там, если уже идёшь, там, как я говорю, 25+, да, там уже обязательно мы крем включаем под глаза, обязательно он нам нужен. Вечером я всегда говорю, что должен быть вечерний ход после того, как мы пришли после работы, после школы, после института. Это очищение, да, то есть в любом случае, там, снимаем косметику. Я всегда советую снять это мицеллярную воду сначала всё, потом уже умываем лицо и, опять же, тапы, тоники, крема, можно масочки всякие там нанести уже очищающие, можно, да, где-то раз в два в неделю обязательно это использовать. То есть вот это наш ежедневный ход, он должен быть. А вот тоже здесь же важно не переухаживать, потому что вот очищать, очищать кожу, маски, маски. Ну, маски же, опять же, один раз, два раза в неделю, это нормально. То есть не произойдёт такого эффекта, что вдруг пойдут прыщи, извините, по лицу от бесконечного какого-то ухода? Нет, ну, нет, ну, как они пойдут обязательно? Ну, в плане чего вы имеете? Ну, то есть я заочищаю сильно, да, заскрабирую свою кожу? Может быть, это зависит тоже от состава масок, от состава крема, главное, чтобы это подходило конкретно к коже. Это должно подходить, да, в любом случае к коже, должно быть подбираться, ну, по типу лица в любом случае, по типу кожи. И здесь лучше к специалисту, да, обратиться? Конечно, да, всегда за это. То есть это должен быть косметолог, который посоветит косметику, и он определит, какой тип кожи в любом случае. А какие сегодня есть тренды в макияже? Ну, сейчас один из, да, трендов, это хорошая, красивая, сиящая кожа. Вот, то есть это один из главных моментов, да, должны, как я считаю, делать, многие девушки, уметь это делать, вот, правильно делать скульптурирование, как правильно все подчеркнуть, как правильно нанести. Тон, опять же, мы тон наносим только на подготовленную кожу. Мы говорим про хайлайтер, я так понимаю. Куда его наносить правильно? Ну, вообще хайлайтер наносится на выступающие зоны, да, то есть это на скуловую и на серединку лица. То есть на серединку лица это, ну, спинка носа, над губой, под губой. В принципе, это, вот, наше сияние кожа нам дает. Сейчас еще также идет сезон свадеб, можно сказать, в свадебном макияже какие есть тенденции? В свадебном макияже, опять же, сейчас повторюсь, это вот красивая, сияющая кожа. Сейчас макияжи свадебные, они не перегружены именно макияжем глаз, да, это делается легкий макияж глаз, можно добавить стрелочку, добавить ресницы туда, добавить каких-то бликов, пигментов, чтобы это красиво переливалось. Ну, в принципе, все. Потому что раньше, я помню, это были такие активные ресницы, накладные. И чтобы невеста потекла к концу вечера от духоты и от жары. Чтобы обязательно было видно, что в салоне просидела три часа. В любом случае, я тут немножко перебью, макияж, он все равно будет ярче, да, свадебный, потому что у невесты, да, у них идет фотосессия, и макияж, он съедается, да, в любом случае сам, даже контуринг лица, он будет ярче смотреться. Ну, а, соответственно, и прически, да, вот эти кудельки. И сейчас, опять же, минимализм в моде, то есть сейчас прически это либо какие-то легкие локна, либо даже гладкий пучок, я честно скажу. Даже нет такого, чтобы было перегружено, там, какие-то огромные серьги, да, там, какие-то, там, не понимаю, там, на шею, да, там, очень громоздкие там. То есть невеста, она вот именно в образ невесты идет, да? Да, минимализм такой сейчас, на самом деле, в тренде. Давайте поговорим про цветотипы. Существует ли еще такая система, ориентируются ли на нее визажисты? Да, цветотипы, они есть у нас. Да, кто-то из визажистов работает, но сейчас многие очень работают по кругу Итана. То есть это, с ним работают как визажисты, так и стилисты работают, то есть дизайнеры работают. И художники же, да, начинают с него. И художники, да, 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 то есть глядя на него, ты можешь составить, допустим, какой макияж глаз подойдет к определенному, там, цвету глаз. Допустим, также по кругу Итана мы можем посмотреть, там, если есть какие-то нюансы у нашего клиента, которые надо замаскировать, нам также круг этот подскажет. Вот, слушай, по цветотипу, мне кажется, сейчас сложновато, потому что мы все красим волосы, красим брови, загорать ходим. Вот, вот, это... Линзы носим, опять же, цветные. Вот вопрос, как человеку самостоятельно определить его цветотип и понять, какие цвета ему подходят? И в макияже, и в одежде, в аксессуарах. Здесь, наверное, индивидуально все, да? Индивидуально все, да. Да, то есть, мне кажется, сейчас вот вчера у нас был винтажный стилист, и она сказала, вот что вам нравится, то и носите. То и носите. Нет, я просто помню, был цветотип, есть лето, есть зима, ранняя весна, поздняя осень. Ну да, я не знаю, вот, Ариша, я бы не сказала, вот кто ты по цветотипу, наверное, лето, весна, может быть. Вот лето нет, как раз таки, лето это блондинки, насколько я знаю. Лето это блондинки, да. Лето у нас Дарья сидит. Дарья, наверное, лето. Представители лето. Я, насколько помню, я, по-моему, осень, ближе к осени. И, наверное, Арина тоже у нас осень. Осень, наверное, да. Ну, в общем, да, перечислили мы все сезоны. Ну что, те, кто собирается сейчас, ну, закупайтесь масками. Вам, значит, такой лайфхак на день, купить какие-нибудь тканевые маски, купить патчи. Положить их в холодильник вечером. В холодильник на завтра, чтобы завтра вы уже сияли, завтра пятница у нас, да, чтобы вы подготовились к вечеру на этой пятнице. Поэтому имейте в виду, что необходимо вот таким лайфхаком воспользоваться. Ну да, по всем остальным вопросам, конечно же, к Дарье Алексеевой. Да. Чтобы всегда выглядеть красиво. Да, тем более она сказала, что может косметичку собрать. Почему не сходить с ней в магазин и накупить? Ну что? Да, к сожалению, придется нам заканчивать. В студии Балтик Плюс была Дарья Алексеева, визажист-бровист, преподаватель.